Всем привет, ребята, меня зовут Богатий из CD и добро пожаловать в новое видео. Сегодня я хочу поговорить про странный тренд, который происходит с банками по всему миру. Мы обсудим, что он нам говорит. Также поговорим о биткоине и криптовалюте, конечно же, ведь есть позитивная метрика для них. И напоследок обсудим встречу Федеральной резервной системы США 25 января 2022 года, а также попробуем понять ее последствия. Видео обещают быть объемным, поэтому тайм-коды будут в описании. И как всегда, прежде чем двигаться дальше, не забудь поставить лайк. Это 2 секунды дела, меня мотивирует очень-очень сильно. Новый тренд, который многие пропустили. Банки закрывают все больше и больше отделений, при этом даже толком не разглашая причины, почему они это делают. Так почему же они это делают? Может быть их прибыли сокращаются и поэтому они закрывают лишние отделения? Или же они готовятся к безналичной финансовой системе, где не будет наличных денег? А может быть они уже знают, что скоро нас ожидает новый финансовый кризис, во время которого может случиться то, что называется банковской паникой, когда вкладчики массово бегут в банки снимать свои деньги. Посмотри на это. Американские банки закрыли рекордное количество розничных отделений за 2021 год. И угадай, кто закрыл больше всех? Конечно же, Wells Fargo. Wells Fargo входит в большую четверку банков Соединенных Штатов Америки. Кроме этого, Wells Fargo даже закрыл все кредитные линии для своих клиентов. За 2021 год американские банки закрыли 2927 отделений. Из них 267 это Wells Fargo. Это огромнейшие цифры. Почти 3000 отделений было закрыто всего лишь за один год. Это очень тревожный тренд. И что еще интересно, что прямо сейчас начался тот период, когда и банки будут отчитываться о своих доходах за 2021 год. И очень интересно будет увидеть, как обстоят дела с их доходностью. И заключается ли именно в этом причина закрытия стольких отделений. Ежели доходы будут в норме, тогда это намек на то, что банки к чему-то готовятся. Либо к безналичному обществу, либо к финансовому кризису. И я более чем уверен, что причина закрытия стольких отделений заключается явно не в доходности банков. На канале «Экономическая ниндзя» несколько дней назад вышло видео, в котором автор неожиданно для себя обнаружил, что отделение банка, в котором он всегда обслуживался, оказалось закрытым. Что говорят сами банки по поводу закрытия своих отделений? Они пишут, что делают это потому, что количество клиентов, которые переключаются на цифровой банкинг, растет. И индустрия просто-напросто подстраивается под это, адаптируется. И хотя это правда, но есть множество причин, почему тебе нужно приходить в банк лично. Я как минимум один раз в месяц посещаю отделение банка. Многие же люди вообще не умеют и не понимают в этих цифровых технологиях, поэтому в отделениях практически постоянно очереди. Закрытие отделений также происходит из-за слияния банков. По данным S&P Global, сделки по слияниям и поглощениям банков превысили сумму в 77 миллиардов долларов, что является рекордом за последние 16 лет. Ты наверняка хочешь спросить, а что это вообще значит простыми словами? К чему мы идем? А мы идем все ближе и ближе к цифровому, безналичному, а значит менее анонимному и более подконтрольному обществу. Деньги эволюционировали из золота в бумагу, а теперь из бумаги в цифру на экране, которая все еще обеспечена бумагой. Но следующий шаг – это полный отказ от бумаги и только лишь цифры на экране. Потому что гораздо проще создавать деньги в цифровом виде, чем печатать их тоннами. Это значит, что банки уже с 2021 года начали к этому готовиться. ФРС США на днях полностью одобрила создание цифрового доллара. И сейчас решение за Конгрессом, и мы знаем, что это решение будет позитивным. ФРС считает, что цифровой доллар способен фундаментально преобразить финансовую систему. Пока неизвестно, когда именно это будет, но в этом прогнозе я уверен и говорю прямо – это будет. И к этому нужно готовиться, ведь банки уже готовятся. Еще один аргумент в пользу этого – растущий долг. Им необходимо находить способы его обслуживать, способы увеличивать налоговые поступления. И безналичное общество – это отличный способ. Цифровая валюта центрального банка – это отличный способ. Попробуй еще избежать налогов. И если сейчас с наличными деньгами ты сможешь это сделать, то в цифровом мире они смогут отслеживать всю твою финансовую жизнь полностью. Каждый доллар, который ты заработал. Также больше никогда не случится того, что называется банковской паникой. Когда люди в панике бегут снимать все свои деньги с банка. Почему этого не случится в цифровом обществе? Потому что ты просто не сможешь это сделать физически. Сейчас, если ты придешь в банк и попробуешь снять 10 тысяч долларов, банк посмотрит на тебя, как на преступника. И придется очень попотеть, чтобы снять свои заработанные тяжелым трудом деньги. Помни, как только ты вложил деньги в банк, это уже не твои деньги, это деньги банка. Если все побегут забирать свои деньги из банка, окажется, что там их нет. Что буду делать я? Конечно же, накапливать криптовалюту и, конечно же, диверсифицировать свои банки. Не работать только лишь с одним. А теперь я хочу поговорить про встречу ФРС, которая пройдет 25 января. Мы знаем, что инфляция на рекордно высоком за последние 40 лет уровне. Что пытается сделать ФРС США? Сгладить кривую роста инфляции хотя бы немного. И рынки, распродавая все подряд, биткоин, акции и так далее, прогнозируют тем самым, что ФРС будет очень, очень жесткой в своей позиции. Инвесторы ожидают, что ФРС поднимет ставки очень быстро и стремительно. И начнет продавать свои балансы, чем быстрее, тем лучше, чтобы остановить инфляцию. Вот чего они ожидают. Вот чего ждут инвесторы на Уолл-стрит. Чего ожидает большинство инвесторов. И поэтому они просто продали все, что можно и ждут. Но на своем канале я освещал экономическую ситуацию, которая вообще не вернулась к предковидным значениям. Даже наоборот. Заявки по безработице растут. Мы помним об этом. Покупки жилья падают. Розничные покупки падают. Закредитованность населения растет. Поэтому я думаю, что Джером Паул и ФРС США не будут очень жесткими. Также ситуация с тыпочками поставок совсем не улучшилась. Все стало даже хуже. Время перевозки товаров увеличилось. Теперь оно составляет в среднем 113 дней, чтобы добраться от китайской фабрики на американский рынок. Сложив все это вместе, мы получаем ухудшение ситуации с тыпочками поставок, огромное количество экономических проблем и, наконец, квартальные отчеты о доходности компаний, которые оказались совершенно ужасными. Не кажется ли тебе, что большинство инвесторов просто ошибаются, думая, что ФРС США будет крайне жесткой на следующей неделе? Но что если не будет? Если ФРС осознает печальную экономическую ситуацию и поймет, что должна быть немного мягче, угадай, что тогда будет. Все эти деньги, которые вывели из рынков, польются обратно. Поэтому сейчас, когда никто не хочет покупать, когда все боятся, никто даже трогать не хочет эти активы, может быть, это время является лучшим для того, чтобы немного купить. Потому что все ждут еще большего краха. Как по мне, это отличный момент, чтобы немножечко купить. Не на всю котлету, конечно. Ситуация, в которой мы сейчас находимся, очень напоминает мне этот период с мая по июнь 2021 года. Тогда страхи на рынке были такими же, может быть, даже хуже. В эти три месяца каждый раз, когда биткоин тестировал нижнюю линию поддержки, которая находится около 29 тысяч долларов, люди кричали, что биткоин идет на 10 тысяч долларов, 15 тысяч, 20 тысяч. И все этого ждали, и никто не купил. Это было время максимального страха. Мы так и не достигли 20-10 тысяч долларов тогда. Зато потом люди покупали вот на этом росте, когда биткоин снова стоил 60 тысяч долларов. И получили в подарок это падение снова. Было бы неплохо, чтобы биткоин ушел на 10 тысяч долларов. Я тогда куплю столько биткоинов, сколько смогу. Теперь я хочу показать тебе анчейн-метрику для биткоина, которая очень позитивная, несмотря на все происходящие события. Первая метрика – это коэффициент предложения стейблкоинов, то есть отношение рыночной капитализации биткоина к рыночной капитализации всех стейблкоинов. На этой диаграмме мы видим сразу три графика, два из которых – это индикатор, коэффициент предложения стейблкоинов и полосы Боллинджера, а черный график – это цена биткоина. Заметь, как только коэффициент предложения стейблкоинов касается нижней границы полос Боллинджера, цена биткоина растет в ближайшее время после этого. В прошлый раз такое мы наблюдали в 2020 году. Коэффициент предложения стейблкоинов коснулся нижней границы полос Боллинджера, после чего цена биткоина начала расти. Мы видели такое же в 2020 году, вот здесь, когда коэффициент снова же коснулся нижней границы полосы Боллинджера, после чего цена биткоина начала расти. И мы видели это в 2018 году. Абсолютно та же история. Коэффициент касается нижней границы пола с Боллинджера, после чего биткоин растет. За 4 последних года таких сигналов было всего 4. И четвертый происходит прямо сейчас. Мы видим, что коэффициент достигает нижней границы пола с Боллинджера. Это не значит, что цена биткоина сразу же начнет расти, но это значит, что на среднем сроке цена биткоина будет расти. Что еще интересно, это неликвидное предложение биткоина. Неликвидное предложение это, грубо говоря, купленные монеты кошельками, с которых не было ни одной выходной транзакции. То есть люди покупают, выводят эти монеты и больше их никак не трогают. Мы видим, что несмотря на падение цены биткоина, неликвидные монеты биткоина, которые покупают и просто держат на кошельках, продолжают расти. Причем растет с июня 2021. Холдеры, киты, майнеры выводят биткоин из бирж и просто хранят их где-то у себя. Это очень сильно отличается от того, что мы видели с мая по июнь 2021, когда цена биткоина упала с 65 до 29 тысяч долларов. Как мы видим, тогда этот показатель тоже падал, причем очень резко, посмотри. А сейчас он растет на падающей цене биткоина. Так что разница между сегодня и тогда есть. И скажи мне, что это такое, если не позитивный знак? Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было для тебя интересным или полезным, не забудь поставить лайк, это очень помогает каналу расти. Также подписывайся, также подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»